Добрый день, дорогие друзья! С вами рубрика «День шедевра». Сегодня особенный день для нашего Рязанского художественного музея. Ему исполняется 110 лет. И по этому случаю мы решили познакомить вас не с одним шедевром в рамках нашей рубрики, а с целой галереей работ нашего земляка Пожалостина Ивана Петровича. И я с удовольствием передаю слово моей сведущей Марии Киселевой. Добрый день, дорогие друзья! Один из старейших художественных музеев нашей страны носит имя Ивана Петровича Пожалостина, признанного мастера репродукционно-рисцовой гравюры на меде второй плавины XIX века. Пожалостина родился на Рязанской земле, в село Яголдаево, Ряжского уезда. И очень рано осиротел. Но упорство, сила таланта, решительность и помощь добрых людей позволили ему получить образование в Санкт-Петербургской академии художеств. Пожалостин учится у академика Иордана в гравировальном классе и всегда за рисунки получает первые номера. После окончания академии Пожалостина отправляется в заграничную пенсионерскую поездку, вернувшись, продолжает работать. И, наверное, самыми продуктивными периодами в его творческой биографии являются 70-е и 80-е годы XIX столетия. В это время он создает портреты русских поэтов и писателей, среди которых портрет Жуковского, Брюлова, Некрасова. Портрет Некрасова, представленный в нашей экспозиции, еще и дополняется цитатой из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» – это знакомые и не теряющие актуальности до сих пор строки. Сейте разумные, добрые, вечные, сейте, спасибо вам скажет сердечный русский народ. Высокий талант в переводе яркого языка живописи на язык черно-белого изображения прослеживается в работе Пожалостина в его гравюре «Птицелов» с оригинала картины Перова. Василий Перов напишет Пожалостину «В вашей работе я воспринимаю и принимаю и себя, и ваш талант». Это, конечно, очень высокая оценка мастера. В 1883 году Пожалостин сменил своего учителя Иордана в Академию художеств и возглавил класс резцовой гравюры. Но после реорганизации Академии и упразднения гравировального класса Иван Петрович Пожалостин уходит в отставку и приезжает на Рязанскую землю, продолжает здесь работать и очень много делает для художественной жизни нашего города. Не случайно его наследие, которое включает более 100 произведений, легло в основу коллекции Рязанского музея. И мы этому очень рады. Дорогие друзья, с днем рождения нашего музея. Мы ждем гостей. Дорогие друзья, познакомиться с галереей работы Ивана Петровича Пожалостина, а также с другими шедеврами Рязанского художественного музея, вы можете на сайте Рязанского информационного агентства 7.ru, в наших рубриках в социальных сетях, а также в группе ВК Рязанского художественного музея. А я с большой радостью еще раз поздравляю наш любимый музей с юбилеем. Продолжение следует...